МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях один из руководителей агентства стратегических инициатив. Это такая структура, созданная по инициативе президента нашей страны, нацелена на работу молодежи, привлечение этой молодежи в будущее, которое мы с вами вместе должны построить. Но я хотел бы, преговоря нашу беседу, уважаемые телезрители, вам напомнить. Вы знаете, что у нас в начале 60-х было такое явление, оно называлось физики и лирики. Что происходило тогда? Тогда был всплеск научно-технологического развития, всплеск, естественно, научного, в первую очередь, физического и инженерного знания, который поднял нашу страну на недосягаемые технологические высоты. Это был атомный проект сначала, я вам напомню, вы хорошо уже знаете, это был сначала атомная бомба 49-го года. Только наша страна с первого дня думала о том, как поставить атом на службу мира. Это первая атомная станция и рождение атомной энергетики в мире. 58-й год, первая советская атомная подводная лодка, Ленинский комсомол, а 59-й год, первый в мире ледокол. И в прошлом году мы спустили новый атомный ледокол, и мы сегодня являемся единственной страной мира, который имеет ледокольный флот атомный, что дает возможность нам абсолютно вне конкурента существовать в высоких широтах арктических. Но теперь хочу обратить ваше внимание дальше. 57-й год, 4 октября, первый спутник, затем 12 апреля 61-го года, первый полет человека в космос, затем первая женщина, первый коллективный полет, первый выход в космос, первый облет Луны и так далее. Я могу это продолжить. Эта вот, так сказать, деятельность привела к тому, что дальше в 61-м году была взорвана так называемая царь-бомба мощностью 50 мегатонн, тогда взрывная волна обернулась вокруг мира трижды, и всем стало понятно, что всё, надо договариваться. И надо сказать, что этот расцвет, это явление было названо физике и лирике, и заключалось оно в следующем. произошло колоссальное сближение людей гуманитарного профиля, людей искусства и людей науки естественной, науки физики в первую очередь, физико-математической. И это сближение фактически вот было предвестником вот той самой конвергенции, о которой я очень часто говорю вам. Если мы сегодня с вами вместе, как граждане с единой стороны, найдём правильную систему общественного договора, и государство поставит чёткие правильные задачи и ресурсообеспечения по этому, то мы можем рвануть, вот так сказать, развивая тот самый проект физики и лирики спирально по-новому в 21 веке. Давайте вот в этом створе попробуем сегодня поговорить. Сегодня в программе международные соревнования WorldSkills. Что это такое? Олимпийские игры по рабочим инженерным профессиям. Это придумали португальцы 50 лет назад. И люди приезжают и не бегут в стометровку, а делают финальный продукт. Это огромное движение. У нас выросло поколение суперинженеров, и успехи в престижном международном конкурсе WorldSkills – лишнее доказательство. Шок у европейцев был невероятный. Задайте, приходит российский ПТУшник и выигрывает по мобильной робототехнике швейцарцев, немцев. Международные критерии профессионализма. Вас будут оценивать в течение трёх дней по 700 параметрам. И вы должны сделать красиво, в срок, качественно и правильно коммуницировать с вашим заказчиком. Конвергенция современных профессий. Сегодня токарь – это программист. Чисто вы видите, у вас только обрам... Нет, задний баб, всё. Что это делал? Как видели люди середины прошлого века своё будущее и будущее страны? В эти дни вдвойне любопытно взглянуть. Во-первых, временной отрезок, хоть и не очень большой по историческим меркам, но и немалый. К тому же знаковый. Для тех лет священной. Столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня её так не называют. Но тогда мечты, как из рога изобилия, со школьников начинали. Особый кинозал – лупа времени. В цвете, в объёме, в движении можно было наблюдать, как создавали новый облик страны. И сразу же, что мелочится? Плотина через Берингов пролив. По ней мчатся атомные поезда. Плотина преградила путь холодному течению из ледовитого океана. Климат Дальнего Востока улучшился. Но ещё более грандиозно увлекало авторов. И крыша от восторга поехала. Ни больше, ни меньше исчезла Земля. В мировое пространство почти со скоростью света понеслись фотонные ракеты. Межзвёздные корабли направлялись к самой близкой, но в то же время такой далёкой системе – Альфа-Центавра. Между прочим, всего-навсего расстояние четыре года. Правда, световых. Простим мечтателям противоречия. Земля-то исчезла, но, видимо, кому-то пришлось остаться. Он демонстрировал себя на кухне. Бросил в агрегат записку. Невидимые лучи ощупали очертания букв. Ковши-автоматы отмерили, что нужно. Голодным парень не останется. Откуда продукты? Из-под земли вестима. Там царит вечная весна. Вот только наверху – шторм. Намёк, что и в будущем трудности будут. Стихия срывает отправку продукции. Впрочем, всё это мелочи, ибо располагает человечество летающей станцией, регулирующей погоду. Оператор в кабине нажимает кнопки радиоуправления, и машина летит усмирить ураган, уничтожить шторм. И всё бы хорошо, но последние империалисты, скрывающиеся на далёком острове, испытывали запрещённое мезонное оружие. При испытаниях произошёл взрыв небывалой силы, который уничтожил весь остров и одновременно вызвал пертурбации в атмосфере. Нужно срочно спасать людей. Летающая станция тут, как тут. Как ко всему этому относиться? В общем-то, как к курьёзу. Не только в середине прошлого века. Гораздо раньше были люди, которые не столь легкомысленно и шапкозакидательно относились к земле, к людям, к великой науке. Но смеяться не будем. Что-то подсказывать грешно. Послушаем лучшее, что удалось сделать в реальности. Только тон чуть сменим. Из залихватски-пропагандистского перейдём на реально серьёзный. Действительно, то, что сегодня происходит, мы ведь очень много видим то, о чём рассказывают средства массовой информации, то, что показывает телевизор, но мы очень плохо понимаем глубинные процессы, которые сегодня происходят внутри молодёжи. Всё мы не задумываем. Мало кто задумывается об этом. Просто она разговаривает другим языком. Она использует другие каналы коммуникации. Знаете, несколько раз на встречах с тогдашним министром образования, с руководителями крупнейших университетов, я им задал вопрос. Скажите, а кто самый популярный учитель в Российской Федерации? Кого дети сегодня больше всего слушают? И никто мне на этот вопрос ответить не мог. А оказывается, что это 16-летний мальчик из Алтая, который ведёт видеоблог. И рассказывает о том, как он проходит те или иные игры. А миллионы детей, то есть у него аудитория, это миллионы детей, миллионы, его каждый вечер слушают. То, что он им рассказывает, про образ жизни, про то, что такое хорошо, что такое плохо. Но очень интересно, что это за молодёжь? Молодёжь. Ведь, ну, конечно, там, сейчас нам очень много говорят, что вот там выходят на улицы. Да ерунда. На улицы выходят не самые продвинутые, не самые лидеры этого поколения. А что делают... А что делают лидеры? Могу рассказать. У нас случилась уникальная история. Она ещё не раскрыта, но у нас отлился гигантский потенциал молодёжи, который связан именно с интересом, естественно, наукам, к инженерным наукам, и более конкретно, к математическому пониманию мира, его пространственному восприятию. И это те ребята, которым сегодня 12, 13, 14 лет. Мы это впервые обнаружили несколько лет назад, когда выяснилось, что Яндекс начал смотреть по возрастам, какие самые популярные запросы у поколения. Если у девочек 13 лет был по-прежнему нормальный запрос, как правильно ссылаться с мальчиком, то у мальчиков самый популярный запрос был, как правильно построить уровень в Майнкрафт. А Майнкрафт — это инженерная игра, в которую не все играют, в которую никто никого не убивает, где надо из кирпичиков по определённым физическим законам строить объекты. Казалось бы, да, что такого интересного? И вдруг целое поколение начало в это играть. У нас был кубик-рубик. Да, а это такой... На самом деле, это виртуальный кубик-рубик. Увеличенный в тысячу раз. Конечно, только мультиплицированный. Но туда стали ставить учебные процессы и всё остальное. И дальше, так как у них это постоянно доступно, то они стали учиться через это. Учиться в социальных сетях, учиться с компьютеров. И там, где родители заместили не очень иногда хорошее школьное образование репетиторами, у нас вдруг выросло поколение, которое мы сейчас называем пси-поколением, поколением суперинженеров. А почему мы стали... Увидели, они вдруг начали массово выигрывать международные конкурсы. Конкурсы, да. Вдруг мы по рейтингам попёрли вверх. Резко попёрли, да. Дальше оказалось... Вы как бы считаете, что вот это и есть в частности подкладка подкладка? Конечно, конечно. Потому что дальше... Ведь что происходит? Дальше мы начали научиться совмещать несовместимые. И мы в прошлом году, я хочу рассказать об этом случае, он очень важный, очень показательный. Мы взяли самую брошенную сферу с точки зрения подготовки кадров, как называется, рабочие профессии. Рабочие инженеры. Начали заниматься... Это WorldSkills, так сказать. WorldSkills, да. Мы вывезли наши команды на мировые европейские чемпионаты и заняли почётные последние места. Ну, стыдно, но надо сказать правду. И решили по-настоящему поработать так, как работали наши предки в 60-е годы и в 20-е годы с вот этим вот поколением. И в прошлом году, в начале декабря, мы выиграли европейский чемпионат. Реально? Да. Президент встречался... Да, президент в холодном зале встречался с победителями. Шок у европейцев был невероятный. Они не понимали, как это случилось, как это возможно. То есть через год, по сути. Через два года. Ну, через там, ну, короткий срок, следующий, понятно. То, что они шли 50 лет, мы прошли за два. Причем не по парикмахерскому делу, а по электронике, по мобильной робототехнике. Представляете, приходит российский ПТУшник и выигрывает по мобильной робототехнике швейцарцев, немцев, галанты. А какой там ответ скажите? Знаете, что, уважаемые зрители, я вот попрошу моего гостя чуть подробнее. Вот есть такой WorldSkills, да? Так сказать, это мировое умение, я бы сказал так, да? Высшего класса. Есть такое движение, конкурс, это рабочие специальности. Это не для математиков, как мы привыкли, физиков, биологов, а это для рабочих специальностей. Там может даже штукатура может быть. Есть, да. Там есть по любой специальности, но мы говорим о таких высокотехнологичных вещах. Это очень важно. Ты должен быть лучшим там, где ты живешь, и то, что ты делаешь, ты должен быть лучшим. Поэтому давайте так, расскажите чуть подробнее, что представляет собой, чтобы мы людей привлекли участие. И что случилось у нас? Конечно, это великолепный пример. Как это случилось? Это такое Олимпийские игры по рабочим инженерным профессиям. На самом деле, это не только рабочие. А кто это за день вообще? Это подумали португальцы 50 лет назад. Сейчас в этом участвуют уже 80 стран. Это, как правило, кулируют первые лица государства. В ней встречается огромное социальное движение. Как Олимпийские игры. Где люди приезжают и не бегут в стометровку, а в течение трех дней делают финальный продукт. То есть, если это штукатура, он штукатурит. Нет, разумеет вопрос. Вот если вот сейчас говорили про технику, это что означает? Вот есть представители от страны, они как-то выбираются как куда-то. Ну, какой-то конкурс свой, отбор. Вы отобрались. Сколько человек едут? Ну, я понимаю, оригинальный, потом федеральный, сколько человек команды? Вот от нас. Они по специальности считаются? Они считаются по специальности. Сегодня у нас участвует порядка 70 тысяч человек по стране, со всех регионов. И по всем специальностям. У нас примерно 100 сейчас специальностей, которые мы подняли. 70 тысяч человек по 100 специальностей. Да, да. Это огромное движение. То есть сотни людей по одному направлению. Да. И дальше команда, ну, у нас было 50 человек. Это национальная сборная наша, которая участвовала в европейском... Она прошла отбор, но теперь у меня вопрос такой. Вот виды спорта определены, в кавычках, уже там или не, определены? Да. Есть примерно 50, которые мировой чемпионат, примерно там 50. Это европейские, они чуть-чуть совпадают, чуть-чуть нет. И это и вот традиционные вещи, как мы говорили, брикмахер или штукатур, и электроника, мобильная аэротехника, трилля-дизайн или кат. Дело в том, что старые рабочие профессии сегодня, у них случилась конвергенция. Полная. Полная. Абсолютно. И сегодня токарь, это программист. В чистом виде. У вас только обрабатывающие, у вас нет задней бабки и суппорта. Все. У вас есть только обрабатывающие царя. Как ни странно, все токаря сегодня, главная комбинация в программировании. Да, да. И вот эти вот сквозные компетенции становятся все более важными, важными, важными. А мы не умели по ним готовить. Абсолютно. И мы за 4 года полностью все мы перестроили, создали центры. Подготовки. Подготовки, да. Сегодня они в ведущих регионах, во всех регионах появились, можно идти. Конкурс вырос страшно. Вот на рабочие специальности. Да, у нас конкурсы. Имеется в виду колледжи вот эти. То, что было раньше по ТУ. Конечно. Или тех. Если колледж участвует в WorldSkills, у него конкурс, как правило, выше, чем в университетах. Ну, мне говорили, что где-то то ли выиграли, то ли я где-то читал, что там висит портрет Сталина, который основал училище. И по этому... В башке. Каменотес. Да, да, да. Каменотес. Правда, да. Вот, это герои. Они создают свои компании. У них сумасшедшая зарплата. У нас за победителями WorldSkills охотятся компании. И у них рост, они получают спокойные 200 тысяч рублей, 300 тысяч рублей. То есть это рабочие специальности, причем 50 работ. Ну, назовите, какие специальности. Пусть люди послушают. Каменотесы, мы уже услышали. Каменотесы. Да. Парикмахеры, штукатуры, маляры, токари, фрезеровщики. Ну, токари, в смысле, вот обрабатывающие. В новом смысле токари. Новые, да. Специалисты по кондиционированию, по тепловому оборудованию. КАТ, мобильная робототехника, электроника. Мы... Портные какие-то. Портные, конечно. Дизайн. Дизайн. 3D-дизайн. Понятно. Акватроника. Вот у нас сейчас появляется новое управление системами воды. Воды. Жизненным циклом того, как используется вода. Понятно. Это очень важно. Это вот новые вещи, вот они постоянно новые появляются. Новые специальности. Мы в прошлом году сделали легальной в России специальность оператора беспилотного летательного аппарата. А, специальность зафиксирована. Специальность мы сегодня зафиксировали. Да, государство по итогам WorldSkills сделало пельчень 50 наиболее востребованных и перспективных специальностей. Куда надо идти? Мы выпустили атлас новых профессий. А где это можно узнать? Телезрители надо сказать. Где почитать? Я, например, я, правда, не ищу работу. Но я скажу, что я не знал в этот опыт. Очень просто Яндекс атлас новых профессий. А, ты входишь в Яндекс атлас новых профессий. Все. И все вывалилось с рекомендациями. оператор беспилотник. В какой вуз надо поступать или колледж, чему надо учиться в школе для этого. Все списки рекомендаций. Да, все шикарно. Все есть. Ну, хорошо. Теперь, как устроены соревнования? Ну, скажем, если ты бежишь, кто дальше бросил, кто быстрее пробежал? Что здесь? Вот я маляр, и вы маляр. Кто из нас победит? Нам нужно с вами за заданный срок покрасить стену по заданной траектории. И там будут эксперты международные. у них будут на планшетах. Вас будут оценивать в течение трех дней по 700 параметров. мастер параметров. И вы должны сделать красиво, в срок, качественно и правильно коммуницировать с вашим заказчиком. Если вы, например, мобильная робототехника, вы должны собрать из готовых компонентов робота, который, например, проедет по складу, соберет лекарства, нужные по запасу, и привезет их к вам к стойке провизора, конечный результат. Если вы электронщик, вам надо создать аппарат за заданную сроку. Который что-то должен делать. Да. У нас есть специальность по композитам, где надо с нуля спроектировать спроектировать конечные изделия, выбрать тип композитов, который вы делаете, нарезать, сшить, либо какой там технологический процесс используется. Уклерод, да. Сделать конечный продукт, протестировать его на нагрузке и отдать людям, в использовании. И все это надо сделать за 18 часов. А как вот им создаются условия, все лежит, и они сидят за 18 часов. Не ложатся спать, ничего. Да, да. Иногда даже так. Нет, конечно, у них есть обычные сроки, но какой правило, команда... где-то и прорыв. Вот на чемпионатах Южной Кореи они спят прямо там, повалками, сотнями людей, потому что для них это там еще от армии освобождают, от основной чемпионы. То есть там такое, ну, это вот они все, они готовы умереть там, но победить. Уважаемые интересные, посмотрите, как интересно. Я вот сейчас думаю, что у которого статей лимулирован, вы помните, Том-40 красил забор. И на самом деле это колоссальная вещь, потому что эти специальности очень интересны. Они высокотехнологичны. Они сегодня все высокотехнологичны. И вторая вещь, это специальности, в которых, во-первых, они творческие, а во-вторых, вы видите конечный результат. Понимаете, наука, скажем откровенно, чем плоха? В ней нет конечного результата. Поэтому очень много было людей, сдвинутых, скажем, особенно среди теоретиков. Ну, потому что, как бы, человек вроде знает все обо всем, то, о чем никто даже не догадывается. И характер еще портит. Совершенно верно. Ну, потому что ты живешь сам наедине с Вселенной, например, да? И это, в общем, страшное дело. А здесь все, вот, конечно, колоссальная вещь. Ну, я не говорю, прервемся, чтобы посмотреть все же. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Века и века пережили эти слова царя Соломона. Неужели тот, кто стремится к знаниям, способствует распространению печали? Или проще, следует, безусловно, поверить в истинность незатейливой поговорки, меньше знаешь, крепче спишь? Конечно, нет. Скорее всего, мудрый Соломон упрятал смысл философских утверждений, глубже их утилитарного понимания. К примеру, чем меньше сведений доступно человеку, тем больше остается простора для воображения. А мрачные мысли в глобальном понимании, как правило, людям не свойственны. Вот и получается, что дополненные фантазиями полузнания более оптимистичны. Реальность почти всегда в скучном отблеске прозы. А мечты зачастую сопровождаются эпитетом радушные, смелые, сказочные, грандиозные. Ряд можно долго продолжать. Естественно, это одно из построений любомудрой философии. Своеобразная ее теорема. И как в геометрии Лобачевского, оттолкнувшись от других аксиом, можно получить иные выводы. Для простоты рассуждений уйдем от качественных оценок. Каковы бы они ни были, всем ясно, количество людей, хоть что-то знающих, в стране зашкаливает. Яркая иллюстрация этому не исключено сомнительному тезису победное шествие по стране компьютеров, ноутбуков, айпадов, айфонов и прочих изысканных кормушек для потребления виртуального продукта. Понаблюдайте, как ловко обращаются с ними школьники младших классов. Не исключено, что и воспитанники детских садов. В скобках заметим, не удосужившись вызубрить таблицу умножения и оспаривающих необходимость ее заучивания наизусть. Знают, да не знают. И вполне серьезно думают, что умеют. Только что? Умеют ли с помощью интернета добраться до великих духовных богатств? Ставить интереснейшие факты? А ведь это золотые самородки, как клондайки рассыпаны по многим сайтам. Но пытаются ли выстроить знания в систему? Понимают ли, что россыпи интеллектуальных богатств, которым прикасаются стихийно, без осмысления, без вдумчивого анализа, формируют верхоглядство? Но никак не подлинную образованность, интеллигентность. Обществу нужен культ людей, умеющих. Людей, способных довести до логического финала, дело, которым они занимаются. Не слишком ли примитивно подобное утверждение, похожее на лозунг с плаката? В нынешнее время число людей, знающих, тысячекратно превышает число людей, умеющих. Это опасно. От диспропорции гибли цивилизации. Пожелаем себе перерастания наших абстрактных знаний в конкретные умения. Не в перспективе, близкой или дальней, а как можно скорее. Время не ждет. Вернемся к беседе. Так вот, причем здесь физика и фундаментальные дисциплины, вот маляры, казалось бы, да? Что мы сделали? Мы сделали впервые в мире, в прошлом году. Мы к тренировке нашей сборной, мы понимали, что мы, ну, где-то их не догоним. Нам нужна была траектория, мы сможем только так, только умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. И мы выбрали в подготовке точно так же, как и спортсмена. У него есть как бы профильные занятия, а есть базовая нейрофизиология. Вот внимание, концентрация, распределение усилий, ответственность, вот такие вещи, которые обычно считаются нетренируемыми. Это не так. Это не так. И мы хорошо это знаем. Именно. И мы в прошлом году взяли две организации, у нас участвовало, это Инновационный Центр Олимпийского Комитета России, то есть те, кто готовит наших олимпийских чемпионов, и Иннопрактика, которые нам помогли собрать фундаментальные факультеты Факультеты университетских. В том числе лаборатории по нейрофизиологии и по всему остальному. Мы сделали вместе на стыке в конвергенции программу подготовки наших чемпионов и провели несколько тысяч тренировок на базовые нейрофизиологические практики. Какой возраст ограничения там людей? Ну, у нас в основном на международном уровне это 18-22, но мы сейчас развиваем все джуниорскинс для школьников. И мы сделали с крупнейшими нашими оборонными корпорациями WorldSkills High Tech для тех, кто уже работает до 28-ми. И там у нас вот с Росатомом как раз Сергей Владиленович Кельенко лично тренирует, работает с командой и со всеми остальными вещами. И вот это нам создает такую единую систему подготовки для всех, кто хочет научиться работать руками выше мирового уровня. Мы сегодня всем, кто готов в это пойти, готовы такую траекторию дать. Она сформирована. Так что случилось? Самое интересное. И вот наши ребята прошли, а у нас же русский человек, у нас есть ряд особенностей национальных. Ну, некоторые не очень приятные. Например, если у нас мы сталкиваемся с первой трудностью, мы очень часто готовы забить на все это, потом нам становится обидно, что мы проигрываем, мы начинаем бежать, догонять изо всех сил, а время вышло. И вот у нас есть такой феномен на всех соревнованиях провал второго дня, где наш парень или девушка во второй день всегда проваливались. А потом бежали догонять, догоняли очень быстро, но вот не хватало. Уже чуть-чуть потерялся, да. А мы их натренировали на это, и у нас впервые случилось, что провал второго дня не было. И вдруг награждение, вот эти церемонии, электроника победителя России сказал, А где это происходило? В Дютебурге. Много народа, там еще тысячи человек. тысячи человек, да, со всего мира участвуют, да. Самое интересное, у нас в мае, в Краснодаре национальный чемпионат. Сейчас. Да, вот сейчас ближайший, я всем рекомендую, кто в Краснодаре живет, южные регионы или из Москвы приехать, получите незабываемое впечатление. Когда будет в мае? В мае, в середине мая, 16-го по 11-го мая, приведу экскурсию, вам понравится. Очень интересно. Так что произошло? У нас вдруг, а чемпионат открытый, ну мы его открыли, сказали, ну приезжайте в гости всегда, мы готовы, там обычно 2, 3, 5, 10, 15 человек иностранцев приезжали. Приезжали. У нас уже было. Ну, ближайшие регионы, да. С кем-то, с кем мы дружим, вдруг все повалили. И сколько еще иностранцев регистрировались? У нас, а у нас нет места. В Краснодаре. Потому что в Лоскинл что такое? Мы ставим завод. Это сотни станков, банков, которые туда устанавливаются. Это очень дорогое удовольствие. Не так много мест где-то вообще можно развернуть, да, потому что специфические требования по безопасности и всем этому. У нас на вот две недели назад заявки были от 40 стран. Колоссально. На наш национальный Девушки молодых для того политический грант. Понимаете, ломанулись все. Колоссально. Понимаете, у нас Канада, с которой у нас не самые хорошие отношения, как мы знаем, присылает всю свою национальную сборную, 11 человек, вот их, которые, по их компетенциям, к нам в Краснодар соревноваться. Колоссально. В итоге мы пустили 200 человек. Всего иностранцев? Из 19 стран, иностранцев. Не считая тысячи наших. По какому праву? Ну, кто первый, кто в этапе. Мы же не знали, что будет такой ажиотаж, понимаете? А 21 страна мы вынуждены были отказать. Ну, просто технически неужели место? Технически нет места. До чего мы докатились? Колоссально. Четыре года назад последнее место. А сейчас, если бы мы упустили всех, наш чемпионат был бы больше европейского. Так. Значит, последняя маленькая, но смешная такая модель. По электронике лучшая в метель школы считается подготовки Самсунга. Вот именно в производственной части вот всего этого. И мы в прошлом году, я съездил в Самсунг в Южную Корею, мы договорились, что они в качестве благотворительной помощи возьмут, значит, двух наших ребят на тренировки с тем, чтобы потом воспитать. Потому что у нас же был чемпионат, мы же выиграли чемпионат мира 19-го года, он придет в Казани у нас, выиграли у Парижа с грандиозным скандалом. И мы вот сейчас вот раскручиваем чемпионат мира в Казани. Да, в самый разгар санкций, значит, мы собрали, знаете, когда ударная группа у нас поехала, значит, там, в Голодец, Леонидович Кириенко и Механов и сделали такую компанию, что просто разнесли французов. Выборы были в Бразилии, да, мы приехали на вот и выиграли. И вот мы сейчас раскручиваем все это, мы растем примерно в 10 раз в год по количеству людей, по качеству, нужно для 19-го года сделать из этого национальную систему, передовую в мире, подготовки кадров, умеющих работать руками. Все, и мы вот ни на что не смотрим, идем вперед. Колоссальный правильный. Так вот, Samsung отправили наших ребят, они делали отбор. И, ну, как бы, ну, вот этих совсем нет шансов, вот этих мы возьмем. Те, у которых нет шансов, поехали выиграть европейский чемпионат. выиграли уже. Я ничего не буду говорить. Теперь, знаете, я уже, когда корейцы приезжают, я говорю, ребята, а чем там? Ну, я поздравляю, блестящий, колоссальный. фундаментальная наука, спорт, и то, что мы собрали заделы научные, из того, что мы взяли и транслировали в сферу, где мы проигрывали подготовки кадров на низовом уровне. А вот скажи, это очень интересный показатель, пусть вот люди, так сказать, широкая аудитория зрительская поймет, как это происходит. Вот я хочу в это попасть. Есть расписание отборов, они открытые, можно выбрать школу, где есть джуниор скиллз. Чем эта школа отличается от школы, которая не джуниор скиллз? Там есть самый главный человек, там есть эксперт, который разбирается в этой специальности, который может подготовить, отправить на соревнования и все остальное. Дальше уже там все разовьется. Но люди, самый большой дефицит, гигантский, которых нам дико не хватает, которых мы выращиваем. И вначале было очень сложно. Мы не могли найти одного сварщика в стране молодого, чтобы правильно сварить сложные изделия. Но вот сейчас у нас закончился в Комсомольске-на-Амуре очередной чемпионат, потому что мы там сделаем эту компетенцию, ее развиваем. Ну там важнейшее дело, все настроение. Ну конечно, да. И вот сейчас у нас впервые все участники сделали деталь финальную. Знаете, мы так счастливы. Я уверен, что то, что мы сделали в AllSkills, можно сделать и во всех остальных других направлениях. Согласен полностью. И у этого поколения просто должны быть эти инструменты. Они должны уметь видеть будущее. И мы над этим тоже работаем. Мы сделали очень спорную вещь. Очень спорную. но мы резко удешевили процесс того, как можно над будущим совместно работать и проектировать, и думать. Сделали методику быстрого форсайта. Сейчас мы ее называем русским форсайтом очень часто, потому что она, ее стало использовать, сейчас международная организация Трудас, ее помощью проектирует образовательные системы в Бразилии, в Китае, в Армении, в африканских странах. Я в итоге команду потерял. Она стала настолько востребована в мире, что она теперь катается значит по странам, да, и мне ее очень тяжело в Москве увидеть. К сожалению, стандартно, да. Но мы методику отдали, научили очень легко с ней работать. Большое количество людей сделали такой Макдональдс. В чем в суши методики? Дешевая. Люди собираются вокруг стены, да, выкладывают в нее свою боль, свои представления. Мы учимся их объединять в группы и в таком свободном обсуждении будущего они очень быстро создают общий образ. Даже если они вначале пришли с противоположными знаниями, методами, подходами, то правильная модерация, которая у нас есть там внутри, да, мы заставляем людей договариваться. Это ключевой вопрос. Понимаете, в чем наша проблема, на самом деле, очень большая внутри страны. Дело в том, что мы после колоссального развития духа коллективизма в Советском Союзе, насажденного, разваливаясь, мы выживали, а выживание всегда кластеризация. Вот я вам приведу простой пример. Вот у меня институт кристаллографии, где я был директором полтора десятка лет, великолепный институт, который 500 человек, 250 на высоте, 50 грантов фонда, небольших, довольно маленьких грантов, которые... В результате весь потенциал института разбит на 50 групп по 5 человек. Они получают, грубо говоря, 3 копейки, условно деньги, на которые может существовать, но сделать серьезным ничего нельзя. Но эти люди великолепно живут, руководители получают зарплату, ездят за границей, можешь купить компьютер, бумагу, какой-нибудь прибор, пробирку, нанять лаборант, пару аспирантов, он отлично живет, имея нулевую ответственность. Вовремя только отчет как бы поместить. И дальше, когда вы теперь этим людям, которые раньше создали всю промышленность, мировую, кристаллов, например, мы сегодня треть мирового объема пьезокристаллов производим и сейчас по технологии, которая создана в нашей институте кристаллографии, то сегодня, если вы хотите их собрать на рывок, на серьезное дело, они никто не хотят этого. Раз, и вы не можете, потому что они отлично живут. То есть, я к чему говорю? Вот это есть объективно, я почему так вот подробно об этом говорю? Это есть реальность. Это ключевой вопрос. Если мы это не преодолеем, мы погибнем. И все. То есть, погибнем в каком смысле? Нас наймут за наши деньги развивать науку другой стороны без отъезда. Потому что, как устроено? Ведь американцы, вообще Запад, очень умные люди. Не надо брать к себе ученых, надо сделать следующую вещь. Надо, чтобы люди в развитых странах, где есть наука, образование, работали, готовили кадры, занимались наукой, но не могли воспользоваться плодами своих. И тогда для этого делать это очень просто. Вам надо вот данную страну лишить стратегических целей, первое. И второе, сделать науку, как кричат, она не имеет границ, она должна быть прозрачной. А что такое прозрачность? Вот вы придумали грант, он на сайте. Дальше вы отчет первый написали, он на сайте. А дальше есть где-то центр электронной разведки, где идут по ключевым словам, по фамилии или слову, вы мониторите. Потом подгоняете очередной фонд некоммерческий или какой-нибудь другой, и дальше вам объяснять, не надо финансировать институты, надо финансировать рабочие группы. У нас есть целая плеяда академик, которая говорит, не институты научные делают науку, а отдельные ученые. И поэтому надо пестовать отдельные группы, отдельных ученых и финансировать не институты. И все должно быть открыто. А дальше означает следующее. Осуществляем мониторинг за все, что вы делаете, я потом не договорюсь ни со страной, ни с институтом, выбираю за тысячу долларов конкретного человека, перевожу его к себе со всеми знаниями, образованиями, которые он получил за деньги наших налогоплательщиков, а потом я там создаю технологию и колонизую эту страну еще дальше. Вот что делать. Поэтому отсюда вопрос очень простой. Мы должны смотреть на то, как, где, что есть, но четко преследовать свой национальный интерес. Вот, собственно говоря, это и есть смысл нашего с вами разговора. И заставлять договариваться о будущем. И следующий шаг, мы должны теперь эти группы, которые часть поневоле стали агентами влияния, кто-то другого, мы должны вынуждены со своих, ведь это же люди были наши, их когда-то там объяснили что-то другое, они стали это понимать. Значит, надо использовать их понимание, если это обратимая вещь, договариваться всем, уважаемые телезрители, до тех пор, пока мы не настигнем согласия внутри, внутреннего согласия по разумной договоренности, мы будем уязвимы. Я расскажу тоже такой пример, как мы вот наши методики работы с будущим учим договариваться, заставляем договариваться. Мы очень долго не могли вот в наших проектах образовательных заставить людей договориться. Да, мы придумали формат, который вот у нас называется Farsight Float, а внутри мы его называем Шарашка 2.0. Потому что люди с разных мест, которых мы отбираем, загружаются на корабль и плывут по русской речке. Ну, например, Санкт-Петербург на Валааме. Да, стандартный маршрут, правильно. Значит, там два парохода. Интернет не работает. Да, это ключевое дело. Я только хотел сказать, надо идти, что делать. Челефоны ловят плохо. Сухой закон. Каюта некомфортная. Надо договариваться. Больше нечего. Но зато комфортные места там, где ты сидишь и работаешь над будущим, вместе над проектами. И вот очень много проектов, которые мы реализовали, они были придуманы у нас в 12, 13, 14 годах в таком формате. В WorldSkills был придуман то, как мы его развивали, также в 12-м году в такой вот шарашке 2.0. И в истории, конечно, есть огромная угроза, когда мы начинаем кормить остальных. Я вижу, например, такую угрозу, вот когда нам сейчас говорят, что университеты должны быть исследовательские, глобальные и ничего не должны делать для национальной экономики. Это катастрофический сценарий, потому что человеческого капитала у нас очень мало. Людей мало. И демография очень негативная сейчас. И качественных университетов, которых готовят, мало. Но закрыться в Северную Корею тоже нельзя превратиться. И вот мы учимся балансировать. Мы учимся находить такие форматы, когда они, например, если что-то делают, и с ними получают грант, они обязаны вернуться и отработать в наших технологических компаниях. Или пойти в региональный университет, не в Москву, не в Санкт-Петербург, и развивать его там. Очень по многим направлениям убежали конкуренты далеко вперед. Но отсюда вывод. Мы должны двигаться и должны иметь абсолютно внятные, ясные, прорывные проекты, которых ни у кого нет. Я предлагаю вот эту систему WorldSkills и то, что вы делаете, эти посиделки на кораблях, расширить теперь на вот молодежь, но уже научных профессий. Уважаемые телезрители, наша передача подходит к концу, у вас есть теперь над чем задуматься. Потому что на самом деле оказывается у нас нет пионерской комсомольской организации и у многих, особенно людей старшего поколения, есть такая ностальгическая боль об отсутствии этих институтов, работы с молодежью, с детьми. Оказывается, что у нас есть совершенно новые институты, для которых западные аналоги были взяты и в которых мы в короткий срок стали лучшими. Это просто окно возможностей, открытое, в котором мы присутствуем для страны в целом и для каждого из наших детей и внуков в отдельности. Спасибо большое, всего доброго.